Всем привет! Вы находитесь на канале Вот о чем. Я продолжаю знакомить вас с лором игры Кадо Великий Турнир, и в этом ролике мы поговорим о довольно специфической теме. Я расскажу вам о верованиях народов Кадарая, а также об их религиях. Поскольку Кадарай является огромным континентом с большим населением, состоящим из разных рас, которые проживают в различных климатических условиях, культурные различия между ними породили огромное количество всевозможных религий, которые рождались и исчезали на протяжении веков. На момент развития событий игры Кадо Великий Турнир, некоторые религии Кадарая являются очень древними, а некоторые появились совсем недавно, но уже начали стремительно расширяться, увеличивая количество своих последователей. В первую очередь я расскажу вам о верованиях народов южной части Кадарая, которые принадлежат к расти анфлидов. Анфлиды компактно проживают на территории залива огненных бурь, а также прилегающих территориях. Они живут изолированными общинами и очень редко контактируют как с представителями других рас, так и друг с другом. Однако религия у анфлидов в основном везде одинаковая. Они поклоняются довольно крупному пантеону различных божеств, которых условно можно разделить на высших и низших. К низшим божествам относятся всевозможные духи природы, а вот высшие божества у анфлидов являются творцами мира и воплощают с собой самые разрушительные стихии. Они делятся на две противоборствующие фракции, воплощениями которых являются огонь и лед. Боги огня у анфлидов считаются суровыми, но справедливыми. Их возглавляет небесный кузнец, он же бог солнца Энг, чье небесное горнило озаряет кадарай днем. Его главным врагом является бог холода и ледяного ветра Ашуан. Его жена, богиня ночи и ночного мрака Эмина, по совместительству является хранительницей душ тех несчастных, кто замерз заживо. Они вечно служат ей и пополняют ее легион проклятых, который она использует в войне против богов огня. Анфлиды верят, что во время великой битвы их богов, которая должна была стать решающей, Энг и Ашуан сошлись в решающем поединке и убили друг друга. А их тела рухнули вниз и разбились об кадарай. Первым рухнул Ашуан, его тело разбилось об землю и земля моментально заледенела. Потом на это же место упал Энг, в результате чего появился залив огненных бурь. Древние предания анфлидов гласят, что залив получил свое название. Из-за того, что несмотря на царивший вокруг мертвенный холод, воды залива бурлили и были горячими, а иногда и спускали пламя. Спустя века воды залива огненных бурь перестали полыхать пламенем, но название осталось. Как и осталась нетронутая небесная кузница бога солнца, которая до сих пор озаряет небеса кадарая каждый день. У северных соседей анфлидов, Нишей, также есть свой древний пантеон божеств. Но из-за того, что Ниши, в отличие от анфлидов, постоянно контактируют с соседями, они потихоньку переходят и на другие религии. Тем более, что нелегкая судьба народа Нишей очень сильно повлияла на их коренную религию. У Нишей был довольно крупный пантеон богов, которые делили между собой различные сферы бытия. Но по неизвестной причине боги рассорились и объявили друг другу войну. Закончилось это тем, что все боги просто поубивали друг друга. Из всех божеств выжили только двое – Безутешный Скорбящий, божество отвечающее за сильные эмоциональные переживания, такие как обида, расстройство, а также скорбь. А также Мастер Силков – бог хитрости, расчетливости и предательства. Также по совместительству он являлся покровителем торговцев. Согласно легендам Ниши, долгое время Мастер Силков также считался умершим. Из-за неимения других божеств Ниши поклонялись только Безутешному Скорбящему. Отсюда можно сделать вывод, что Ниши, скорее всего, когда-то обладали довольно развитой цивилизацией, но по какой-то причине она пришла в полный упадок. При этом сами Ниши не помнят, где конкретно находилась их родина и какой была их культура до того, как они стали кочевниками. Объяснение этой странности также можно найти в религии Ниши. Дело в том, что после продолжительного времени скитаний, когда Ниши поклонялись только Безутешному Скорбящему, Мастер Силков дал знать о себе. Он объявил себя единственным богом Ниши и, победив великого Скорбящего, запечатал его в подземном мире. Мастер Силков приказал Нишам прекратить кочевать с места на место и найти себе новый дом. При этом забыть все, что было до этого, забыть всю свою культуру. Начать все с чистого листа. Да, последним повелением Мастера Силков было то, чтобы Ниши также перестали поклоняться и ему, и забыли его точно так же, как Безутешного Скорбящего. В противном случае Ниши ждет повторения их горькой судьбы. Ниши передают эту легенду из поколения в поколение, стараясь следовать завету Мастера Силков и построить свою новую цивилизацию с чистого листа. При этом, несмотря на запрет своего последнего бога, Ниши все-таки продолжают почитать его. Но этим теперь занимаются исключительно торговцы, веря, что Мастер Силков может им заработать как можно больше денег. А простые Ниши, которые не занимаются торговлей, стали почитать духов природы. Ведь, несмотря на то, что леса Ирандариса являются суровым краем, непонятно каким образом Ниши раздобыли странное растение, которое очень хорошо прорастает в морозной почве, и является превосходным аналогом пшеницы, что превратило Ниши в хлеборобов. Они вырубили большие куски лесной чащи и засеяли этим растением поля. Ниши считают диковинное растение, которое смогло их прокормить, даром от духов природы леса Ирандарис, а потому за каждое вырубленное дерево они сажают новое, чтобы духи леса не оскорбились. Таким образом, новая родина Ниши также потихоньку создала для них и новую религию. От Ниши мы переходим к Нерунам, и посмотрим, какие религии исповедуют в королевстве Дайран. И на удивление тут все довольно странно. Дело в том, что в основной своей массе Неруны являются материалистами. Они стараются смотреть на вещи с практической точки зрения и не отличаются особой набожностью. Эта особенность поведения Нерунов появилась у них довольно давно, а после вторжения от роди и завесы намертво закрепилась в обществе. Однако это не значит, что Неруны являются абсолютными атеистами. В Дайране, особенно среди членов касты воинов, имеет большое распространение так называемый культ предков. Но он представляет собой скорее набор морально-этических догм, которые нужно соблюдать, чтобы не опозорить память своих предков, и не имеет никакого отношения к почитанию каких-либо божеств. Однако небольшой процент населения Дайрана, тот, что проживает в юго-восточной части страны, особенно на островах архипелага Утау, частично сохранили традиции древних Нерунов, которые заключаются в почитании духов природы, а также богов моря. Что касается религий из других государств, Неруны в этом плане никак не препятствуют их распространению на своей территории. Главное, чтобы эти религии не нарушали два правила. Первое, не наносили вреда гражданам Дайрана, а также их имуществу. И второе, не пытались свергнуть существующие государственные порядки. Однако есть и исключения. Особенно забавно смотрится ситуация, которая сложилась вокруг культа пути простых истин. Эта религия зародилась на территории протектората Шендар и получила там очень большое распространение. Путь простых истин не учит почитанию каких-либо божеств и соблюдению ритуалов. Он представляет собой большой сборник философских измышлений, а также морально-этических норм, которые должен соблюдать каждый, кто намеревается прожить жизнь достойно. Проще говоря, путь простых истин являлся бы идеальной религией для Нерунов, учитывая то, как они смотрят на жизнь. Но поскольку протекторат Шендар является заклятым врагом королевства Дайран, Неруны просто не могут позволить себе принять эту религию. Это позволило бы шендарицам разрушать их общество изнутри. Двигаясь дальше, мы переходим в северо-западный Кадарай, где наличествует самое большое количество разнообразных религий, а также религиозных культов, среди которых особняком стоит древнейшая религия Кадарая, проповедующая поклонение единому божеству, которая сотворила всю вселенную и едино в двух своих лицах, которые называют Великий Отец и Великая Мать, которую иногда именуют Святая Праматерь. Не такой древней, но такой же распространенной является религия, почитающая пятерых творцов, божеств, воплощающих собой огонь, воду, воздух, землю, а также время. Чуть менее распространенной является религия, где поклоняются богу милосердия, Этему, а точнее тем Хеодан, которые удостоились чести назваться его святыми, за многочисленные добрые дела, которые они совершили за свою жизнь. Этот список можно продолжать еще довольно долго, ведь помимо религий, которые хорошо известны на Кадарае и признаны всеми, существует еще большое количество разнообразных культов, большинство из которых скорее паразитируют на своей пастве, нежели приучают ее к чему-то возвышенному. А на этом месте я с вами прощаюсь, всем удачи и хорошего дня!